Привет, ребята! Момент наконец-то настал! Самое долгожданное видео на канале! Сегодня я расскажу вам обо всех Артуриях из фейта Гранд Ордера. За вдохновение к данному видео большое спасибо, анонимный любитель ФГО. У Артурии огромное количество альтернативных версий, а также Сейберфейсов. В сегодняшнем видео о Сейберфейсах не будет разговора, ибо у них от Артурии только лицо, а не личность. Артурия Сейберф. Более известная как Артур Пендрагон и Король Артур, который в истории считается мужчиной. Она король прошлого и будущего и легендарный герой Британии, известный как Король Рыцарей. По сути, является нулевым пациентом всей этой истории. Она владела мечом из камня Калибурн, но в конце концов он был уничтожен. Позже она получила меч Экскалибур и ножный Авалон от Владычицы Озера. Как вы поняли, её история – это урезанная и более убыстрённая легенда о Короле Артурии с гендерсвапом. Да, никто не знал, что она женщина, даже когда она носила юбку и грудь выпирала из-под доспеха. Не очень внимательное население, как я погляжу. А как же сальные мужские разговорчики в раздевалке душевого камелота после славного и героического похода? А совместные походы в Лупонарий? Где дух соперничества? Она сражалась со всякими злыми колдунами, наподобие сестры Морганы, кроваво подавляла восстания, отбивала вторжения по наехавших и позволяла сэру Ланселоту спать со своей женой Королевой Гвиневрой и глубоко рефлексировать о своей несчастной судьбе и пути одиночества, достоинства и величия, что не мешало ей плодить вдов и сирот десятками тысяч. Несмотря на высокие боевые навыки и умения, как политик не представляла из себя ничего, оно и понятно, автобиография Франклина и Государа Макеавелли тогда еще не были написаны, учиться и было не у кого. Но как не у кого? У нее в наставниках числился полуинкуб Мэрилин, который постоянно был хорней и внезапно старался вбивать в голову девочки идеалы рыцарства, что неожиданно для полудемона. Но хоть они и вбивались в голову идеалы рыцарства, стать она должна была именно королем, а не рыцарем. Это как при обучении на юриста, по итогу вам придется работать в Макдаке. Ох, простите, слишком жиза вышла. Тогда получается, что у нее вполне современное образование. На диплом имени Мэрилина можно смело ставить чашку кофе или убивать им комаров. Также советники и приближенные короля, так называемые рыцари круглого стола, наполовину состояли из детей Морганы, политического конкурента Артурии. Что ясно показывает некомпетентность короля при выборе персонала. По итогу она создала себе образ настолько достойного и благообразного правителя, что аж плюнуть в нее хочется. И люди плевали, хоть и не публично. Разумеется, нет страшнее греха, чем казаться лучше остальных. И со временем народ стал ее покидать. Сначала благородный Сирлон Слот обиделся и сбежал из страны, когда Артурия отказалась его казнить за многократный Адюльтер с Леди Гвеневрой. Да, именно так. Спать с женой короля это не повод для душевных страданий, а вот неудовлетворенное мазохистское желание быть наказанным вполне себе повод для обиды. Так и продолжалась эпоха некомпетентности и кровавой бойни, восславляющей Кхорна, пока в конце концов не поднял восстание еще один из детенышей Морганы, рыцарь круглого стола Гомунку Мордред. И они взаимно убили друга на холме Камлоне. Она персонал подбирала по объявлениям на Авито. В истории же визуальной новеллы Артурия была признана два раза. Сначала в четвертой войне Святой Граль, потом в пятой. В четвертой она не сработалась с призывателем, ибо тот видел ее кровожадную натуру, занимающуюся самообманом. И в пятой войне ей попался наивный дурак, который с первой секунды знакомства взял на себя роль туповатого, но вечной жизнерадостного оруженосца у благородного сиро-рыцаря. Эдакий Санчо Панца 21 века. Вся комичность ситуации в том, что она не умерла по-настоящему, чтобы стать героическим духом и по-нормальному призываться на постоянные войны за Граль. Она застряла в предсмертной агонии на горе трупов, где она валяется с вывернутыми наизнанку кишками, и ее постоянно выдергивают на войну. Притом, она ничего не забывает после призыва, оттого ее мечения носят не только физический, но и ментальный, психический характер. Зачем она это делает? Возможно, основам БДСМ она научилась у Сира Ланселота. Но на деле Артория хочет стереть свое имя и факт своего существования из истории, потому что считает, что ее глупое некомпетентное управление довело страну до ручки. Считает она верно, вот только поздно пить боржоми, когда почки сели. И именно с таким позитивным бэкграундом она и отправляется на войну. Войну, на которой она встретила нового оруженосца, с которым возможно будет любовь, и конечно же некомпетентность, узколобость и упертость даже в мелочах. Спасти одного, дабы десятки погибли. Но ведь эти десятки где-то там, а нуждающийся спасение один человек находится здесь сейчас. Именно такой лойкой она руководствовалась. Кан Хансу не одобряет такое поведение компаньона-героя. По итогу, она хороший человек, если не давать ей власть и не ставить ситуации, где нужно делать выбор с серой моралью. Артория Сейбер Альтер, также известная как Злая Сейбер. Самая близкая по оригинальной хронологии является Злая Сейбер. Если вкратце, в одном из рутов новеллы ее скорабтил кусок злого Грааля, и из законопослушно-доброго персонажа она превратилась в законопослушного злого и сменила своего мастера на спятившую Сакуру. Рокировочка что надо. И она будет именно что злой, даже если дать шанс на любовь и доброту, она зарежет ГГ как свинью. Больше всего меня интересовало два момента, связанные с ней. Во-первых, прошла ли она подобающее обучение в гостях у дедушки Зокина, в их прекрасном сибейном склепе-подвале, как это делали Райдер и Сакура. И второе, вернется ли она в таком психопатичном и невменяемом виде назад на свой пыточный холм в ее реальность. Из особенностей, любят есть фастфуд в огромных количествах. Артурия Пендрагон Лили. По сути является молодой версией Артурии, по классу также является Сейбер. В средневековом патриархальном обществе внезапно решили сделать молодую девочку рыцарем, и отправилась она в путешествие, где скрывала свой женский пол, нося платье, без комментариев. И если в оригинальной истории она вытащила меч, и Мерлин ее пропихнула к своего ставленника в качестве короля, то тут Сейбер, Мерлин и какой-то мутный тип по имени Сэр Кей отправились в путешествие полной любви, радости и надежды. Обычно приключения проходили по принципу Артурия увидела несправедливость в простом и обыденном поступке случайного прохожего, или Мерлин в очередной раз затроллила не того человека. А в свою же очередь Сейр Кей должен был расхлебывать последствия их приключений, занимаясь починкой сломанного, компенсацией пострадавшим и оплатой похорон. Из особенностей, ей очень нравятся деревенские фестивали и лошади, но вот неспособность танцевать на этих фестивалях наводит на нее уныние. Артурия Пендрагон Лансер Вот теперь мы добрались до более пышных форм героини видео. Данный персонаж является вариантом альтернативной истории, а что если бы король Артур забил на свои мечи и бегал с копьем? На роль данного копья оказался назначен Рангаминиат, божественное копье, являющееся башней света. Да, звучит сложно, но по сути именно это копье вправило Артурии мозги на место, сделав ее более сдержанной и рациональной, но при этом не дав возможности заморозить свой возраст. Неизвестно, продолжает ли она ломать комедию со скрытием своего пола, имея такие внушительные достоинства. По своим качествам она ближе к божественному духу, чем к героическому, а все благодаря этому суперкрутому копью. Действие ее сюжета, хоть и разворачивается в Камелоте, но это настолько альтернативная история, что сам город Короля Артура находится на Ближнем Востоке посреди пустыни. Артурия Пендрагон Лансер Альтер также стала юзать копьеринга Мияд, но при этом умудрилась где-то скарабтиться от оскверненного Грааля и стала реально злой. Если Альтер Сейбер скарабтили локально, то Лансер версия умудрилась отжечь в качестве тирана и деспода в одном из возможных вариантов прошлого. По сути, для ее теоретических подданных изменилось немного, разве что Король стал реалистом и перестал витать в облаках. Принялась стильное имя Король Штормов, по этой причине стала дружна с Дрейком, из-за похожих стильных прозвищ. Так же как и злая Сейбер, находят успокоение на дне коробки с картошкой фри. Артурия Пендрагон Руллер, также известная как Король Лев Купальников, оделась в костюм девочки-зайчика и стала главой казино Камелот, что в Лас-Вегасе. Является организатором турнира Семи Мастеров в Купальниках. С ее инстинктом, проницательностью и духовной силой, она самая авторитетная бизнесмен в Вегасе. Перед ней видна любая хитрость, и она может угадать любую вероятность. По сути, он тот же лансер, только в другой одежде и без копья. В бою используют свои карты как клинки. Небесный фантазм Брайт Эхэнгвен, по сути, выстрел из космического корабля. Употребляет алкоголь в непомерных количествах. Артурия Пендрагон Арчер, себя называет Король Пляжа, опустившийся на Летнее Море. Используется водяной пистолет в качестве оружия, попутно размахивая экскалибуром. Данная версия имеет более мягкий характер по причине редких отпусков и желания оторваться как следует. Надеюсь, не как на весенних каникулах во Флориде. Желает стать топ-1 Арчером, потому что не любит проигрывать. Из-за благословения Владычица Озера не может плавать. Потому для нее доступны развлечения только на пляже, наподобие разбивания арбуза и перестрелки водяными пистолетиками насмерть. Артурия Пендрагон Санта-Клаус версия. Так же получилось, что Альтер Сейбер внезапно стала фанатом Санта-Клауса и решила набить мешок подарками и начать избивать этим мешком окружающих. Прямо как в той серии Футурамы. Персонаж чисто для ивента. Артурия Пендрагон Райдер Альтер. Еще однолетняя версия Артурия, только в этот раз Райдер и основана на злой версии. Решила стать горничной, чтобы порадовать мастера приятным летним отпуском. Считает, что хорошо замаскировалась в униформе горничной. Использует экскалибр в качестве швабры. Ее чрезмерно суровый характер достиг апогея и теперь она готова булить своего мастера 24 на 7, при этом считая, что сильно помогает. Для достижения идеального сервиса любит использовать насилие. Чтобы оправдать класс Райдера, использует огромный мотоцикл. Артурия Кастер. Первоначально может показаться, что это еще одна попытка заменить ее оружие, только теперь на посох. Но как ни странно, она ключевой персонаж истории шестого Ласбелта. Не имеет фамилию Пендрагон, так как является феей из альтернативной реальности Ласбелта. Согласно пророчеству, ей необходимо получить посох от Бора и покончить многовековой тиранией королевы Морганы. Посох также известен как Частифол. Чтоб вы понимали, феи и люди в данном Ласбелте живут вместе бок о бок. И так уж повелось, что феи питаются человеческими эмоциями, как темные эльдары в Вархаммере. Смекаете? Мерзость ситуации добавляет то, что людей в этом Ласбелте вывели искусственно. Поэтому местные жители не особо парятся ценностью человеческой жизни. И более того, феи настолько отбитые, что мир по сути уничтожен из-за их безудержного веселья. Есть немного вменяемые феи, которые за все хорошее против всего плохого. Но довольно приличная часть напоминает сумасшедших, держащих людей в подвалах ради эмоций. Ситуация крайне нездоровая. И именно с этим безумием ей предначертно разобраться и юной Артурии. Поскольку власти у нее никогда не было, и по меркам фея она считалась неудачницей и слабачкой, она выросла во вменяемого и довольно приятного человека, хоть и с заниженной самооценкой. И со слабости как фея ей пришлось научиться человеческой магии. После того, как активировала волшебные колокола из пророчества, стала очень сильной, но от комплекса неполноценности так и не избавилась. Из-за уничтожения родного поселения, где к ней относились как к мусору, яростно и люто ненавидит преступность. Является пессимистом с довольно робким характером и сильно переживает, что ей будет некуда вернуться после свершения пророчества. Хотя и так ясно, что настоящий пессимист был бы уверен в том, что ей не исполнишь пророчества в принципе. Старается делать все возможное, чтобы оправдывать желания окружающих, при этом ведя внутренний монолог, состоящий из внутренних рефлексий и самокопания, куда уж без этого. Ее дико трясет от Артурии Сейбер, поскольку та знала, во что ввязывается, но при этом с радостью стала королем вместо обычной жизни. Не в большом восторге от Мэрилина, который учил ее магии, а потом свалил прямо перед началом путешествия со словами «извини, я оставляю это тебе». По ее словам, владеет магией, способной убивать бессмертных на случай встречи со своим бывшим учителем. А так, если хотите подробности, Гофф 6 ЛС Белл, ты бы спойлерить актуальный, лор мне как-то особо не хочется. Рото Артур. По сути та же Артурия Сейбер, только мужчина из параллельной реальности. В идеале именно он должен был быть Сейбер в визуальной новелле, где ГГ должна была быть девушкой. Получается, жанр произведения Сюнена превратился бы в Сёдзю. Да и изменений в самом сюжете было бы очень много, но что-то мне подсказывает, что ничего кроме странной краткометражки мы в ближайшие годы так и не увидим. Рецер в Сияющих Доспехах, борющийся против всего плохого и за все хорошее, активно пытается романсить ГГ из того самого Фейта, что так и не увидел релиз. Путешествует по мультивселенным, вот настолько он крут. И именно из-за этой способности он смог попасть в нашу реальность. Его не пускает домой Мерлин, пока Артур не убьет зверя 6, хотя Артур его уже убивал несколько раз. Любит есть, но при этом не дармоед и умеет готовить. Так же как и лансер версия, необходимо для активации фантазма снять больше половины ограничений круглого стола. Вот весь список. Это просто долбануться можно не списывать. Враг должен быть сильнее, чем он сам. Битва должна быть один на один. Враг не должен быть элементалем. Должна быть против зла. Не должна включать в себе личную выгоду. Не должна быть против человечества. Не должна быть бесчеловечной. Должна быть за правду. Должна быть, чтобы жить. Должна быть за спасение мира. Должна быть защищена человеческим порядком. Соратники должны быть мужественными. сражение не должно быть против человека с чистым сердцем, и битва должна быть честной. Не дурно так-то. Если в игре у него NF все-таки есть, то в лорном смысле лично я считаю, что у данных персонажей, у прота Артурио и Артурии Лансера, NF-а попросту нет, ибо это натуральное издевательство требовать такое. Больше всего доставляет требования сражения один на один, а если противник притащил кучу помощников, тогда один на один не выйдет. Да и зачем фантазм типа антикрепость заставлять использовать для дуэлей? Про битва не должна иметь личную выгоду, то любое действие приносит либо выгоду, либо вред. Понятие правды вообще весьма относительно, равно как и жестокость и бесчеловечность битвы. О каких мужественных соратниках должна идти речь если сражение один на один? Даже у Артурии Сейбер есть подобные ограничения, правда она усиливается от снятия ограничений, а не попросту требует либо утвери требования, либо сиди без фантазма. Оно и понятно, что данное ограничение было сделано в угоду сюжету. Ведь есть вполне логичный вопрос, что мешает Артуру выстрелить из камелота, прямо сидя на троне в замок Моргана испепелить там всех? Вот и ответ, ограничение. И еще более важный вопрос, если у Артурии все рыцари круглого стола мужчины, то у прота Артура все рыцари круглого стола женщины? Как говорил Гэндаль, загадки, загадки в темноте. Вот так и подходит к концу мой рассказ. Спасибо, что вы слушали. По идее, это видео должно было быть топом, но я понятия не имею, как их топировать, по топу распределить. Поэтому рассказываю вот так. Просто вкратце дал справку персонажам, чтобы вы теперь понимали, что же тут происходит-то. Спасибо анонимному игроку Фейта Гранд Ордер за вдохновение. Ты все-таки дождался. Мне очень жаль, что так долго делал это видео, но вот оно наконец-то вышло. Прямо аж груз с плеч свалился. И спасибо мистеру Кайта за консультирование спорных моментов лора. Всего хорошего, удачи, до новых встреч, вступайтесь в Дискорд. Пока-пока.